Привет! Праздники закончились и мы сразу в бой. Итак, встречаем четвертая, самая интересная часть нашего мегапроекта Ebit E-Cration. Сейчас вы видите, как мы собираем машину, собираем салон, собираем кузов, антикорим ее, проходим техосмотр и, наконец, едем на тест-драйв. Но сначала нам надо оформить заявку у директора СТО «Евромотор». Александр Иванович, можно нам довосстановить нашу BMW? Да, надоел уже с этой BMW. Александр, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Женя, мы больше этой СТО рекламировать не будем. Компания «Евромотор» производит работы очень качественно и по очень низким ценам, поэтому они свои цены считают на вот таком маленьком калькуляторе. Еще у них очень человеческое отношение к каждому клиенту, а и директор очень отзывчивый человек, который пойдет навстречу каждому. Нормально так? Нормально так. Заявка оформлена, «Евромотор» дал добро, и сейчас мы сделаем заказ нескольких очень важных позиций у нашего партнера, компании «ОБК». Только что у наших партнеров на сайте «Пробка.Бай» мы заказали очень важные материалы для восстановления. И сейчас их привезут. Ого, так быстро! Компания «ОБК» – наш большой друг и всегда предоставляет нам много всяких интересных вещей. Сегодня они нам привезли очень качественный стеклоомыватель «Мегазон», который без содержания метанола и абсолютно безопасен для детей. Затем акриловые спреи, которыми мы будем приводить в порядок мелкие детали, то есть они у нас будут классные матово-черные. Об этом мы подробнее расскажем. Мы поставим новое лобовое стекло, и для нового лобового стекла нам нужны новые качественные щетки. Это будут Bosch Twin. Сейчас зима, и в процессе эксплуатации автомобиля нам понадобится щетка для чистки снега. Обратите внимание, что эта щетка не только чистит снег, но она еще со скребком и лопаткой. Мы установим на нашу машину дорогие реставловые фары, и для ухода за ними нам понадобится полироль. Затем мы восстановим салон, и для ухода за ним нам понадобятся салфетки из микрофибры, а также спрей для полировки панелей. Ну и сейчас гвоздь программы – вещь, без которой машина не поедет. Елочка-ароматизатор. Ну и как обычно, для начала надо переодеться. Зимний стиль. Сегодня нам помогает опять мужчина по имени Егор, о котором вы уже кое-что знаете. Итак, мы начинаем нашу сборочку. В комментариях нам писали, что мы надеваем перчатки не той стороной. Но мы не дурачки. Да, и поэтому при проведении кузовных работ мы надеваем перчатки мягкой стороной, чтобы никак не повредить кузов. И да, это реклама OnZoil. Нам предстоит поставить шикарный эмочный бампер. Но не будем же мы наш шикарный эмочный бампер ставить на старые ржавые отбойники. К нам приехали отбойники, и они практически как новые. Наши подписчики все знают, что на сухую это плохо, поэтому смазываем. А вот теперь закручиваем. Чтобы машина выглядела как с конвейера, новенькая мы покрасили даже болты. А сейчас парой новеньких болтов мы закрепим наши крылья. Блестяще! Но болты мы до конца не зажимаем, потому что будем скоро выставлять зазоры. Добрый день! А нам бы стекло на E39 заказать? Легко! Со стеклом нам помогает компания БелАвто Стеклогрупп. Они нам привезли стекло КМК российское, которое стоит всего лишь 150 бунов с установкой. Стекло у нас притонированное с солнцезащитной полосой, гарантия на стекло 30 дней, а на работу аж 5 лет. Передние и задние стекла уже вклеены. Обратите внимание, что у нас везде новые молдинги. Стекла вклеили, машину переставили. Сейчас мы будем ее собирать дальше и начнем с крышки багажника. Крышку повесили, зазоры в допуске, и сейчас мы ее будем дособирать. Крышку багажника мы собрали. А сейчас мы будем собирать М-бампер, который стоит на минуточку 800 белорусских рублей. Почему так дорого? Потому что дефицит. Где достать в автостронге? Мы не только даем вторую жизнь этой машине, мы еще и улучшаем ее комплектацию. Парктроников не было. Парктроники появились. Передний бампер готов, остался еще задний. В нашей BMW, подчеркиваю, было очень много ржавых и окислившихся деталей, которые выглядели примерно вот так. Мы их просто выбросили и заказали в автостронге абсолютно годные молдинги, поводки дворников, зеркала и так далее. Много мелких деталей. И с помощью акриловой аэрозоли «Хамелеон», которую нам любезно предоставила компания ОБК, мы привели все мелкие детали в абсолютно новый вид. Теперь все детали матово-черные. И что очень удобно, что эта аэрозоль ложится прекрасно на подготовленную поверхность прямо из баллона. И вот смотрите, наше восстановленное зеркало выглядит стильно и как новое. Юбка заднего бампера также стала у нас матово-черной. И здесь вы видите наглядный результат установки матово-черных молдингов. Кто-то в комментариях 100% будет злорадствовать, что скоро краска облезет. Но мы говорим, что первое это посмотрим, а второе, что не облезет. Также к нам прилетел презент от магазина STURBO.BY. Ребята занимаются кузовными запчастями, тюнинговыми кузовными запчастями, оптикой. А также у них есть много ништяков для вашей машины. И сегодня они нам прислали вот эти ноздри. Посмотрим, как они будут смотреться на нашей BMW. Крышку багажника мы навесили. Смотрите, все работает. А сейчас мы будем навешивать двери. Мы выставим зазоры по дверям, затем повесим крылья, выставим зазоры по крыльям, затем поставим капот и выставим зазоры по капоту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Теперь все металлические кузовные детали на месте и зазоры у нас в пределах допуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, какая лялечка у нас получается. Мы вчера дособрали машину, чтобы сегодня поехать в тюнинг ателье нулевой километр и сделать кое-какие очень интересные работы по салону. А поедем мы как на эвакуаторе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приехали в автотех центр нулевой километр, в самый центр Минска, потому что он находится во дворце республики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот какой результат мы получили. Шутка! Но чтобы получить приблизительно такой же результат, мы сейчас пойдем и оформим заявку. Здесь делают очень много интересных работ по салону. Перетяжка потолка, автошторки, полировка фар, бронировка фар. Химчистка и реставрация салона. Что там еще? Не забываем о защите радиатора и ставим защитную сетку радиатора. Если бы у нас была свежая машина, то заводской потолок мы могли бы просто перетянуть потолочную тканью поверх. Но так как у нас машина старенькая и потолочное покрытие потеряла эластичность, нам придется удалить весь старый материал, все зачистить и на основу аккуратно приклеить новый. Из этого обилия цветов мы выбрали самый подходящий для нашего BMW. Выбрали мы богатый черный цвет, который на ощупь как Alcantara, но стоит в разы дешевле. Ну что, начинаем нашу перетяжку. Работа готова только на 20%. Мы удалили поролон с поверхности и сейчас конкретно обезжириваем сложные места, чтобы ткань здесь держалась очень хорошо под натяжением. Сейчас мы наносим клей, ждем 15 минут и потом приклеиваем нашу ткань. Вот мы уложили ткань, уложили сложные места и вот такой блестящий результат мы получили. Прошло 12 часов, потолок отлежался, ткань держится четко. Настал момент вырезать отверстие и приступать к монтажу. Потолок установлен, стойки, ручки и много мелких деталей заняли свое место. И сейчас мы будем наводить марафет. Химчистка начинается с того, что мы выдуваем всю труднодоступную пыль вот таким пневмоинструментом. Далее мы продолжаем чистку вот с таким инструментом, а на наиболее загрязненные места мы будем наносить химию. И когда пыль осядет, нужно пропылесосить салон классической щелевой насадкой. Затем мы берем вот такую насадку, в которой есть вот такая маленькая штука, которая двигается хаотично и тем самым выбивает пыль из ворса. Далее нужно нанести химию. Можно воспользоваться триггером, а можно воспользоваться вот этим чудо пылесосом. Это не просто пылесос, не просто парогенератор, не просто моющий пылесос. Это просто паромоящий генератор-пылесос. Сюда мы заливаем химию, сюда мы заливаем дистиллированную воду. В отличие от бытовых пылесосовmente вот здесь давление Castro 5 parts под до natuur вставке. Мы можем отрегулировать пар, мы можем отрегулировать мощность, можем просто подать подачу пара, можем просто включить пылесос, можем просто включить химию. А можем это все вместе. Важным достоинством этого пылесоса является то, что он может производить чистку только пылесосом. паром. Пар убивает микробы, соответственно, убивает и запахи. Попробуем. Если будет чистая, то снимем дубль. Прокатило. Наша машина пережила очень много СТО, ремонта и нещадную эксплуатацию. Посмотрите, какой результат мы получили. Отдельное внимание при химчистке заслуживает багажник. Ребятам из нулевого километра удалось просто невозможное. Но самое интересное, что они уделяют очень много внимания мелочам. Для химчистки кожаных сидений мы используем насадку из конского волоса, которая не царапает кожу и пар. Таким образом мы не только очистили, но и увлажнили кожу. Теперь мы берем просто фибру и протираем на сухую. В данном случае на сухую это хорошо. Кому как не мне знать, как ухаживать за кожей и добиться характерного блеска. Для этого мы берем крем-кондиционер, наносим его сначала на губку, а затем равномерно распределяем по коже. На нулевом километре мы можем устранить даже вот такие косяки. Для начала поверхность мотается, затем наносится грунт, а потом мы красим в несколько слоев для достижения нужного эффекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Финальным слоем наносится лак, а затем все сидение обрабатывается кондиционером. Казалось бы, новые ноздри улучшить нельзя, но на нулевом километре можно дополнительно защитить радиатор вот такими алюминиевыми сетками. Сетки вырезаются по лекалу и крепятся не на хомуты, а припаиваются, а затем приклеиваются. Получается надежно и эстетично. Возвращаем решетки на их законное место. Встречаем те самые BMW популярные фары с ангельскими глазками, но над ними надо поработать. Дело в том, что они покрыты лаком, покрыты лаком некачественно, здесь даже видна сопля. Этот слой лака надо снять, отполировать фары и мы будем их бронировать. Первый этап – это зашкуривание. Зашкуриваем в три этапа, то есть наждачки разной зернистости. Мы сейчас снимаем лак. И обратите внимание, чтобы удалить подтек, надо обязательно шкурить бруском. По технологии полировку фар осуществляет тремя разными полиролями. То есть с разными абразивами. Первая, самая грубая, убирает все царапины, а две остальные придают фаре блеск и прозрачность. Приступаем к бронировке. Для начала мы очищаем и обезжириваем фару от полироли средством содержания спирта. Затем аккуратно наклеиваем пленку толщиной 200 микрон. Производитель Oracle Германия, которая предостережет нашу фару от повреждений. Вот эта пленка, которая реально защищает фару от мелких повреждений. То есть камушков, пескостроя и так далее. Лайфхак. Ее в процессе эксплуатации можно тоже полирнуть. Для наклеивания пленки ее и фару смачивают мыльным раствором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь мы будем делать автошторки. И заметим, что техцентр нулевой километр была первая компания в Беларуси, которая начала делать автошторки. И можно сказать, что у нас будут оригинальные автошторки на нашу BMW. В автотехцентре нулевой километр есть лекала шторок практически для всех автомобилей. Но сейчас мы специально покажем, как лекалы снимаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Затем по лекалу из оцинкованной стальной проволоки мы изготавливаем вот такой прочный каркас. Обратите внимание, что концы свариваются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для изготовления шторок используется белорусская либо немецкая ткань с светопропускаемостью от 5 до 20%. Мы выбрали 20%, потому что это ближе к оригинальным шторкам. По краям шторки прошивается тесьмой, и это намного надежнее решение, чем проклейка. И ко всем этим плюсам автотехцентр нулевой километр дает один год гарантий на все свои шторки. Шторки изготавливаются как в боковые окна, так и на заднее стекло. И все шторки идеально становятся в проемы. Смотрите, никаких зазоров устанавливаются легко, держатся прочно. И сама ткань очень идентична оригинальной. Смотрите на примере E65 BMW. Выглядит как тонировка. Но есть еще шторки на магнитах. Снимаются они одним движением руки. То есть зашиваются магниты в определенные места, клеятся и очень просто устанавливаются. И в общем за шторками только на нулевой километр. Огромное спасибо автотехцентру нулевой километр, что он вдохнул новую жизнь в наш скучный интерьер. И на заметку. В рамках такого техцентра можно решить все вопросы по интерьеру. Спасибо, нулевой километр. Мы приехали на Шаранговича 67, чтобы переобуть нашу машину к нашим партнерам. Здесь мы сделаем шиномонтаж и они подарят нам отличные шины. Добрый день. Нам, пожалуйста, отличные шины и полный шиномонтаж. Присаживайтесь, ожидайте. Можно в тепле онлайн понаблюдать, как идут работы и выпить чашечку кофе. Нам предложили сербские шины Taurus R17 разноширокий. В автошине, кстати, очень хорошее предложение. Диски у нас от Autostromo по лучшей цене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я так понимаю, расписаться? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень дешево. Спасибо. Спасибо вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы прибыли на специализированный техцентр BMW Zauber Auto. Здесь мы будем производить заключительные работы, чтобы наша машина наконец без проблем выехала. Выехала на дороге общего пользования и прошла все-таки техосмотр. Для решения всех наших вопросов мы решили встретиться с директором Zauber Auto. Здравствуйте, Кирилл. Почувствуйте себя клиентом Zauber Auto. С удовольствием. Очень приятно себя почувствовать клиентом Zauber Auto. Я надеюсь, что вы слышали о нашем проекте. На данном этапе нам надо доустановить электрооборудование и опции в машину, которых до этого в ней никогда не было. Также нам надо подготовить автомобиль к эксплуатации и сделать это в сжатые сроки, чтобы выпуск вышел вовремя. BMW E39 – это почти ровесник Zauber Auto. А с ровесниками всегда интересно. Есть что вспомнить. Мы выполняем все виды электрических работ, в том числе и дооснащение, и переоснащение, необходимое вам. Кроме этого, клиент Zauber Auto получает полный комплекс услуг. Каждый конкретный вид ремонта заканчивается измерением параметров на соответствие заводским. Мы выпустим ваш автомобиль полностью готовым к эксплуатации. А теперь я предлагаю вам пройти к мастеру-приемщику. Спасибо огромное. Нам очень повезло, что на завершающей стадии проекта мы попали именно сюда. Собирайте, пожалуйста, машину, сделайте так, чтобы в ней все работало и она наконец поехала. Конечно, мы сделаем все необходимое, чтобы ваш автомобиль был исправен. Отлично! Почему мы здесь? Не каждое СТО может привести автомобиль BMW к заводским параметрам. А в специализированном техцентре BMW Zauber Auto все контрольно-измерительное оборудование амалогировано компанией BMW. Учитывая поставленную задачу, будем начинать с компьютерной диагностики. Это специалист техцентра BMW Zauber Auto. И только что мы произвели компьютерную диагностику. По итогам у нас 9 постоянных ошибок. Заметим ни одной ошибки по двигателю, ни одной ошибки по коробке. То есть запчасти в AutoStrong действительно качественные. И сейчас мы будем с этими ошибками работать. То есть мы будем с ними бороться. Саша, что у нас не работает? У нас не видят два передних зачика ABS. К сожалению. К сожалению, не видят. С этим будем бороться. Потом будем бороться, естественно, с климат-контролем. У нас тоже две неисправности по ней. С дополнительной помпой. И что-то вы там новое установили. Это надо будет кодировать. Ну, если чего-то нет в наличии, будет это, естественно, из комплектации выписываться. Правильно? Правильно. Далее. По системе безопасности при столкновении у нас имеются тоже 4 ошибочки. Это, естественно, проблема постоянного присутствия мата. Мат в салоне часто был, когда мы эту машину собирали. Да. Это такая система, когда человек садится вперед. Система понимает, что он сидит. И в случае, не дай бог, ДТП срабатывает у нас сторона фронтальная подушка. Угу. Пассажира. Далее. Естественно, на все жители ремня. Так как был поменен, в принципе, салон, мы его еще раз будем разбирать. И будем разбираться, естественно, с этими нюансами. Ну и, в принципе, все. В принципе, все. Абсолютно все. Итоги нашей диагностики. По результатам диагностики необходимо заменить кожухи тормозных дисков передние от гнили, от времени. У нас нет, мы просто о них забыли. Надо установить кронштейны датчиков ОБС, датчиков износа тормозных колодок на место, чтобы собрать машину. Течь жидкости гидроусилителя по шлангу от радиатора до бачка. Также подтекает водяной насос. Необходимо заменить после диагностики. После замены надо будет повторно провести диагностику системы охлаждения. Водяной насос это помпа. По задней подвеске необходимо заменить плавающие сайлентблоки. Также необходимо доставить стабилизатор задний. Мы просто про него тоже забыли. Необходимо будет установить рычаг нижний качающий, так как отсутствует кронштейн для крепления датчика высоты. Также необходимо закрепить защитные термокужухи глушителя впереди, сзади. И доукомплектовать автомобиль пластиковыми защитами под днищу автомобиля, колесных арок перед, зад. Скажем так, в принципе у нас по ходовой все хорошо, потому что мы ее ремонтировали отличными бэушными запчастями на евромоторе. Но есть некоторые вещи, которые надо дособрать. У нас две ошибки по датчикам ABS. Чтобы не поднимать машину и не менять датчики, мы просто прозвоним блок и убедимся в его исправности или неисправности. А вот и причина ошибок по ABS. Датчики просто не подключены. С ABS мы разобрались. Чтобы начать работу по установке оборудования, надо разобрать салон. Нам не привыкать, поэтому мы начинаем нашу разборочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы будем устанавливать дополнительное оборудование. И сейчас мы вас с ним ознакомим. Это руль, это головное устройство. Чтобы головное устройство работало исправно, надо установить усилитель BM54 и видеомодуль с блоком навигации. Так как у нас бампера уже с парктрониками, значит, нужен блок управления. Фары заслуживают отдельного разговора. Чтобы они работали исправно, нужен блок контроля исправности ламп. Ну а для подключения рестайловых фар нужны оригинальные рестайловые фишки. В автостронге фары и фонари продаются с рестайловыми фишками. Итак, приступаем к работе. А проводка где? Ну а проводку мы изготовим сами. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Обратите внимание, что на ZauberAuto проводку под парктроники сделали практически как по заводу. Провода замотаны в оригинальную изоляцию и жгуты закреплены к штатным местам. Кабель задних парктроников проходит через гофру, заполненную бутилом. Как в F-сериях, никакая влага сюда не попадет. Настало время уложить все по штатным местам. Это жгут, который соединяет передние парктроники с блоком. А сейчас меняемся по хлопку. Продолжаем улучшать комплектацию нашей BMW. Чтобы установить парктроники, их надо не просто засунуть в бампер и провести проводку, а надо еще подключить к модулю переключателей передней консоли. Вот это наш старый модуль, здесь только можно отключать систему стабилизации, а вот это модуль, который нам привезли с «АвтоСтронго». Здесь мы управляем подогревами. Также здесь есть кнопка отключения и включения парктроников и включения и выключения системы стабилизации. При наличии этого модуля парктроники будут работать корректно, потому что если бы этой кнопки не было, то парктроники включались только при движении задним ходом. В этом жгуте собраны провода, которые идут на питание парктроников, идут кнопки включения и выключения парктроников, идут к коншине, то есть цифровой шине и идут к пищалкам, которые озвучивают работу парктроников. И да, вы, наверное, уже поняли, что этот провод сделан своими руками электриком ZauberAuto. Почему мы разобрали всю переднюю панель? Потому что 1-диновые магнитолы, которые устанавливаются в BMW, будь то оригинальные либо не оригинальные, усилитель находится прямо в них. Так как мы хотим поставить вот такую прекрасную мультимедийную систему Alpine, то усилитель от нее стоит в багажнике, поэтому нам надо всю проводку к динамикам провести заново, отсюда назад. Чтобы подключить рестайловые фонари, надо поменять фишки. На дорестайловых фонарях стоят фишки с семью проводами, на рестайловых с шестью проводами. Почему? Потому что на старых фонарях у нас две лампочки на габаритах. А на рестайловых фонарях у нас модуль светодиодов. Все, кто когда-либо ставил рестайловые фонари на дорестайловые BMW, знают, что самый большой секс происходит с фишками и подключением. Но так как у нас есть очень опытный секс-инструктор Саша со своим большим паяльником, этих проблем у нас не возникло. Ну а дальше делать техники. Нужно просверлить пару дырочек и поработать молотком. Но так как в этих кадрах очень много насилия, а нас смотрят дети, мы не будем этого показывать. В общем, дорестайловые фонари установлены и подключены. Наши фары готовы занять свое место. Фишки все стандартные. Единственное, что нам пришлось переделать, это фишки на поворотники. И сейчас внимание, мало кто знает, что ангельские глазки светятся от одной лампочки. И компания S-Turbo.by предоставила нам вот такую светодиодную лампочку, благодаря которой наши ангельские глазки будут светить холодно-белым цветом. Под наши графитовые диски и черные матовые молдинги отлично подойдут вот такие затемненные повторители поворотников, где взять S-Turbo.by. Мы поставим руль от E46. Почему? Потому что нам кажется, что он лучше всего сюда подойдет. Чтобы установить руль от E46 нам нужна стрекоза от E46 и так называемая кассета – это датчик положения руля. Ну и вы знаете, где все это можно найти. Конечно же, в «АвтоСтронг-М». Чтобы подключить головное устройство, у нас было очень много головной боли. Только вдумайтесь, на проводку ушло 200 метров проводов. И сейчас у нас момент истины. Саша, почему не работает? Не дадите поработать нормально. Вот, а теперь работает. Саша, спасибо. Все то оборудование, которого в этой машине отродясь не было, сейчас подключено и работает в штатном режиме. И нам осталось снова собрать салон. Салон собран и на «ЗауберАвто» электрик Саша реализовал все наши сумасшедшие идеи. То есть, у нас сейчас работает мультимедиа, руль не от этой машины и работают электросидения. Головное устройство, климат-контроль, подогревы сидений, датчики парковки – все работает в штатном режиме. И, как вишенка на торте, у нас теперь есть AUX. И, само собой, кнопки на руле тоже работают. Работы по шасси завершены, мы поставили нужный рычаг с ушком для датчика дорожного просвета. Также поменяли стабилизатор, поставили новые втулки, поставили новые стойки и поставили глушитель. И сейчас нас ждет ТО. Вы думаете, почему машина ездила на эвакуаторе? Потому что у нас не было тормозов. И сейчас Дмитрий сделает так, что они появятся. Тормоза прокачаны, и сейчас мы начинаем замену всех расходников. Начинаем с фильтров. Субтитры сделал DimaTorzok Мы хотели залить в наш мотор оригинальное масло BMW. Допуск к данному мотору Long Life 98. Дело в том, что это масло снято с производства. Поэтому мы обратимся к истокам. Давайте взглянем на пробку маслозаливной горловины. BMW рекомендует Castrol. Поэтому лучшее решение для данного мотора Castrol 5V40. ИИ ставьте шлемытором. ИИ ставьте точку. ИИ ставьте дорио. Мы вариантом своим расходам. Что оно в него CuENTY. У mango. ИИ ставьте hose. Добавляйте их. Много объем года. color модноств. Первый день. ИИ ставьте методом. ВDoes vive Without named our acompa song for 2V40, ИИ ставьте Rain. Остались сущие сервисные мелочи. Так как у нас сейчас весна, а скоро лето, нам надо заправить кондиционер. Прибор у нас полного цикла, он полностью запрограммирован. Сейчас происходит вакуумирование для выявления герметичности системы. Затем прибор заправит фреон, масло и краситель. Фреон, собственно, для системы, масло для компрессора кондиционера, а краситель для выявления утечек в будущем. Без должной скромности можно сказать, что техцентр BMW ZauberAuto один из немногих делает развал схождения с загрузом. Как того требует технология на новейшем стенде Hoffman. Продолжение следует... Мы добрались до регулировки света фар. Свет фар мы будем регулировать новейшим прибором, который сделан в Италии. Обновляется через интернет и позволяет регулировать фары всех типов, включая LED, матричные и лазерные. Все фары и противотуманки у нас отрегулированы. Теперь у нас идеальный свет. У нас была BMW 523. Потом мы поставили туда мотор 2.8 без замены блока. И чтобы машина ехала весело и в полную силу, нам надо этот блок перепрошить. Александр, приступайте. После того, как мы выбрали нужную прошивку для данного мотора и ввели соответствующий ВИН-номер, мы начинаем прошивать наш автомобиль. Ну вот и все. Ваш блок прошит под 528. Ты в курсе был, кстати, что любой блок можно прошить всего 13 раз? Нет. Ну, теперь будешь знать. А тебе понравился подарок, который ты из подлокотника вывел? Спасибо, Саша, за аукс. Теперь твой айфон обретет смысл в этой машине. Ну что, в принципе, ошибок нет. Машина готова к эксплуатации. Счастливого пути. Спасибо. Финальные штрихи. Сабля у нас оригинальная с АвтоСтронго, а вот такой ништячок с S-Turbo.by. Огромное спасибо, Леша. Наслаждайтесь вашим автомобилем, что прокачали нашу тачку. Наша машина едет и едет охренительно, но об этом немножечко позже. А сейчас мы приехали в центр антикоррозийной обработки Crown, чтобы защитить машину от почти всех неприятных автомобилей. Дорожной жизни, по мне, так это самый лучший антикоррозийный обработка. Ваня, мы только что восстановили пятую серию BMW, кузов E39. Поставили все новые кузовные запчасти, все это покрасили и хотели бы это все сохранить в первозданном виде. К нам, вы обратились по адресу. Более того, Сергей, Сергей, прийми, пожалуйста, на автомобиль. И самое главное, что наш антикорр способен не только сохранить ваш кузов от ржавчины и ваши новые запчасти. Эта 39-ка, я ее уже посмотрел, действительно классная тачка. Но более того, у нас еще есть такая скрытая функция. Мы еще можем обрабатывать подвесочку, мы можем обрабатывать электрику, защищать ее от коррозии, что в 39-ке особенно важно, там гниют силовые провода от аккумулятора, мы точно знаем. Поэтому, ну что, закатывайте, сейчас все сделаем. То, что доктор прописал. Илья, ну я думаю, в первую очередь нужно поднять ее и посмотреть, что под днищем. Правильно? Правильно. А на данный момент я заметил один косяк. Наш состав на масляной основе, так что он еще имеет смазочное определенное свойство. Косяк заключается в следующем. Сейчас быстренько покажу. Ваня, не надо косяков. Косяк заключается в чем? В том, что тросик, который открывает замок, скорее всего, он либо плохо отрегулирован, либо под закисший. Наш состав, когда мы обработаем, его смажет. И этот механизм уже будет работать более свободно. Скорее всего, будет капот более легко открываться. Будет же приятно, правда? Да. Ну я думаю, давай поднимать. Давай. Ну что, я вооружился перчаточками, лампой. Погнали? Погнали. Неплохое состояние, конечно. По лонжеронам точечная ржавчина есть, но для машины 98-го года, да? 2019-го. 2019-го года, это нормально. Это нормально, идет с завода, в принципе. Ну вот тут смотри, сразу могу вот увидел, да? Это клаксоны. Видишь, они ржавые. Ситуация в чем? Это электрика, и со временем там и мембраны могут залипнуть, и просто провода отгнить. Здесь мы поможем точно. Подрамничек такой, лонжероны, усилители. Здесь, конечно, очень много рыхлой ржавчины. Ну, прямо вот она вот шелушится здесь. Вот здесь с первого раза, конечно, все не произойдет ничего. Задача будет в чем? Я думаю, что эту машину нужно будет несколько раз обработать, потому что состав впитается в рыхлую вот эту ржавчину, пропитает ее полностью, и оттуда будет вытеснять влагу. Так что я думаю, что вам нужно будет через месяца 3 или через полгода, сейчас мы у ребят, которые обрабатывают, узнаем, пригнать эту машину и повторно те места, которые впитают излишки антикора, дообработать. То есть ваш состав, он остановит коррозию, да? Да, он ее не убирает, он именно останавливает, он изолирует металл от кислорода, от воды, и именно вот кислород окисляет железо до его естественного состояния, которое известно как ржавчина, к которому она встречается в природе. Соответственно, наша задача именно остановить процесс. То есть мы остановим ее старение? Именно. Продлим ей жизнь. Вот. Ну, давай посмотрим, что здесь еще из больных мест. Болты все. Болты все после обработки, поскольку ржавчина будет оттуда не удалена, а она становится процесс коррозия, то есть они не будут закоревать, плюс масло даст определенный смазочный эффект, проникает глубоко во все резьбовые, вот в эти вальцованные швы соединения, будет проще откручиваться. То есть сервис немножко облегчается. Да, здесь, конечно, ситуация плащевная. Вот мы видим, это заводской антикор. Вот он отслаивается прямо так, видишь, под ним ржавчина. Вот дальше это все под ним коррозия. Возможно, а в каких-то местах, вот как здесь, вот такие вот вещи, видишь, там внутри коррозия. Со временем, после того, как антикор это все пропитает, ржавчина не за что будет держаться, и, возможно, она начнет просто даже от обычной мойки, там, от чего-то отваливаться. Но металл еще есть, еще есть, еще не все так плохо. Так что я думаю, что все будет хорошо. Здесь вот элементы ремонтировали. То есть здесь было явно дырко. То есть, казалось бы, да, мы сделали полный кузовной ремонт машины, то есть внешность бывает обманчива. Сейчас наглядно могу показать. Можно, можно? На кадр, да? Специально для зрителей берем главный инструмент любого нормального человека, нож, и делаем так. Можно крупный кадр? Это не бензобанк? А что это у нас здесь? Ой, у нас здесь сквозная дырка. Ну, такое случается, да. К сожалению, старый автомобиль, а он действительно уже старый, это старый автомобиль, за ним нужно следить. Но я думаю, что здесь все хорошо. Даже вот здесь вот полость, где стоит вся задняя подвеска, это место, куда аэродинамикой загоняется грязь, загоняется влага. Здесь чаще всего наблюдаются проблемы с коррозией. Очень хорошо, что у вас много новых частей, много новых элементов. Они будут просто дольше работать. И много очень хороших бушных деталей. И новых тоже я вижу. Обязательно нужно защитить вот такие вещи, как электрика, да, электрические датчики. Здесь вода попадает, плюс электричество, электрохимическая коррозия ускоряет процесс гниения проводов. Соответственно, если теряется контакт, мы имеем проблемы там по ИСП, потом по всем потрясненным десятому. Поскольку у нас, опять же, наш антикор еще и диэлектрическими свойствами обладает, он защищает и от коррозии, да, и защищает именно разъемы, чтобы в них не произошло никакого короткого замыкания и не было подпускания тока. Вот эти мелочи мы уделили очень много времени при восстановлении. Так что очень хорошо, что вы к нам приехали. Ну что, давай отдавать ребятам в работу машину. Я смотрю, что здесь днище чистое, солевых отложений нет. Я так понимаю, зимы это я не видела, до этого я с ней работали. Вот, поэтому мыть мы ее не будем. При кузанном ремонте мы переварили все пороги, но как можно защитить скрыткой полости? Ну, это не проблема. Наш состав очень текучий, поскольку на основе масла. Он поднимается до 8 сантиметров по просто стальной пластине. Поэтому ребята будут, когда обрабатываются специальными щупами, залезут во все вот эти вот отверстия, и вот эти вот все проблемные места будут защищены изнутри, по всему автомобилю. Причем, посмотришь во время обработки, длина щупа в районе метра есть, и посмотришь, насколько глубоко ребята проникают во вскрытые полости. Это не проблема абсолютно. Именно там, кстати, наш состав работает лучше всего, потому что именно там много сварных швов, где проблема. Именно там точки, именно там вальцованные соединения, которые играют при езде автомобиля, и на них еще дополнительное механическое воздействие. Так что все будет хорошо, не переживай. Продолжение следует... Кстати, на Крауне есть кофе за анкету. Я заполнил три анкеты, мне уже немножко плохо от кофе, а сейчас мы в нашем новом кузове будем сверлить дыры. Нет. Дыры? Это же BMW 39-я. Во-первых, отверстия технологические. Технологические отверстия. Это важно. А во-вторых, в этой машине, благо их не надо делать, потому что снизу уже сняли заглушечки, вот тут смотри, какие здесь отверстия. Их достаточно, чтобы обработать. Не каждый автомобиль нужно сверлить. Возможно, мы будем сверлить в задних крыльях. Сейчас механик, который занимается твоей машиной, вашей машиной, вашим прекрасным автомобилем 2019 года выпуска. Он сейчас там посмотрит, но здесь отверстия сверлиться не будут. Обычно же в многих автомобилях недостаточно дренажных, технологических отверстий, и мы сверлим в районе чуть выше замка для того, чтобы смазать внутренние механизмы стеклоподъемника, защитить электрику, и внизу, чтобы обработать эту ржавчину, нижний камень двери, который часто ржавеет. Здесь, ну, видел у старых машин. Это очень радует. Очень-очень радует. В данном случае сверлить не надо. Но вообще мы так делаем, это положено по технологии. Отверстие сверлится специальной фрезой, которая выкидывает стружку только наружу, потом дополнительно обрабатывается консистентным антикором, и ставится специальная заглушечка. Сейчас принесу, покажу. Итак, минутка про отверстие. Ну, отверстия у нас нет, поэтому заглушку ставить некуда. Заглушка у нас примерно вот такая. От заводских достаточно часто практически не отличается. И специальный кастоновый инструмент. То есть вставляется заглушечка, ну, не знаю, мы его так приложим. Инструментом чпоник. Получается красивый пластик, который не портит внешнего вида автомобиля. Тем более это все на невидовых поверхностях, естественно, поэтому проблем с этим не возникает. Но лучше это делать, потому что это спасет вашу дверь. Это во многих автомобилях это не лучше, это приходится делать, потому что иначе обработать не получается. ПОДПИШИСЬ! 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 Вот такой технологичный антикор Crown представлен в Беларуси. Наносить его можно в любую пору года, но желательно это делать весной. Этот состав работает по ржавчине и именно останавливает ее. Так что приезжайте, и он, кстати, совсем без запаха. Кстати, еще не совсем закончили, еще нас ждет мойка, потому что ты же хочешь получить чистый автомобиль. Конечно. Пойдем помоем. Как и обещали, мы приехали на техосмотр, и в этот раз я совсем не волнуюсь. Сиденье вперед-назад. Включите замка зажигания. Настанем, кругом зажигаем. Матерится, хорошо смотрится. Вот сейчас 2000. При допустимом значении не более 10 градусов. Павел, в прошлый раз у нас было полторы страницы замечаний. Ваш вердикт на этот раз? Сразу видно, что ребята потрудились и потрудились на славу. На данный момент замечаний нет, поэтому мы с удовольствием и с нетерпением ждем их на станции гостехосмотра. Для этого осталось совсем чуть-чуть поставить автомобиль на учет. Чтобы выпуск вышел вовремя, мы решили приехать сейчас сюда. Потом мы получаем номера, оплачиваем госпошлину и обратно к вам в гости. Ждем с удовольствием. Спасибо большое. Как я и говорил, в июле компании «АвтоСтронг» и портал Тутбай замутили просто нереальный проект. Этот проект был настолько нереальным, что BMW собирал весь Минск. И сейчас мы приехали туда, откуда все началось. На наш склад на Домбровскую 15. Сначала мы решили все вопросы по подвеске. Затем мы поменяли мотор и коробку. Затем мы поменяли все панели кузова. И все это вы можете увидеть в первой, второй и третьей частях нашего проекта. Помните, у нас здесь был колхозный спойлер и ржавая крышка багажника. Сейчас это смотрится все как новое. Наши олдскульные штампованные колеса были заменены на М-стиль графитовый. И вообще у нас тачка 2019 года выпуска. И сейчас мы едем на тест-драйв. Какие впечатления? Вы видите, как машина выглядит? Сейчас она точно так же весело и едет. Это тот самый породистый баварский драйв. А управляется как просто смокота. Руль тугой, отклики на руль просто отменные. Шасси работает отлично. Машина реально едет как новая. Тянет офигительно. И только вот эти вот пейзажи проносятся мимо нас. Смотрите, как она тянет. Просто улет. АвтоСтронг-М 2019 года абсолютно не разочаровывает. Новый двигатель и коробка отлично отрабатывают в тандеме. Вваливаемся в затяжной поворот по траектории. Идеально. И тут я задаюсь вопросом, что может быть лучше легендарной BMW, восстановленной своими руками? Ничего. Я просто нереально доволен. Машина получилась собранной. Это просто красота. Вам этих эмоций невозможно передать. По мере развития нашего проекта к нам подключилось очень много людей и организаций. И на самом деле вот некоторые подписчики нам писали, что у вас в роликах много рекламы. Но вы знаете, люди нам помогали даже не за то, чтобы мы их как-то пропиарили. Дело в том, что мы приходили куда-то с какой-то одной просьбой, а нам уже докидывали комплекс. Если говорить о компании OnZoil, ну, наверное, надо немножко отойти и рассказать, что сборка не происходила так просто, легко и по плану, как это было на съемках. Дело в том, что после сборки двигателя, то есть тогда, когда мы поставили двигатель и коробку, так как мы делали это ночью, на утро выявилось очень много косяков. Стоило нам только набрать компанию OnZoil, они сразу же говорили, что везти, куда везти, когда везти. То есть это было очень легкое и прекрасное сотрудничество. Магазин Esturbo.buy, магазин ништяков для машины, как я его называю. То есть мы изначально начали сотрудничать по порогам. Мало того, что они нам быстро их привезли, так на следующую серию нам уже просто предложили ноздри, поворотники, спойлер. Очень легко, прекрасно, душевно с ними работать. Нулевой километр – красавчики. То есть мы обратились за перетяжкой потолка, потому что в большинстве своем бэушные потолки идут с машин с богатой комплектацией, то есть с люком. Но в данном случае, в данный момент времени, который нам надо было, этого не было. И поэтому мы приехали за потолком, получили обалденную химчистку, получили шторки, получили бронировку фар, получили очень многое. И вы это видели. Причем люди это предложили сами. Ну, «Евромотор» вы сами понимаете, что там самый лучший экспрессивный такой мужчина-директор. На «Евромоторе» мы провели очень много времени. Они специализируются на том, что меняют двигатели, коробку, капиталь от двигателя. Мы от них получили еще покраску автомобиля. Так вот, там есть очень прекрасный мастер Дмитрий, который мы могли просто обозначить, то есть как в кино. Обозначить покраску автомобиля, показать, что он красивый и так далее. Но Дмитрий нам сделал очень качественный ремонт. То есть, он переварил абсолютно все пороги. Хотя, в принципе, изначально этого от него и не требовалось. То есть, реально люди делают вещи и не могут делать это некачественно. Конечно же, братья Хольцовы с Некрасова. Эти ребята сами предложили нам расходники для BMW. Хотя никогда они BMW, запчастями для BMW не занимались. То есть, им просто было интересно поучаствовать в проекте. Они действительно профессионалы своего дела. Для японцев они вам подберут все оригинальное, жидкость и так далее. То есть, никакого контрафакта и прочей лабуды у них нет. Они действительно классные. Ребята, привет! Компания ОБК. То есть, это те ребята, которые предоставляли нам изначально краску, грунты и все для покраски. Мало того, что мы взяли больше краски, чем надо было, когда мы ее красили, так еще потом был казус, что мы поцарапали дверь и пришлось ее перекрашивать. И вообще без каких-либо вопросов нам привезли краски еще. И еще они занимаются реализацией очень многих автопринадлежностей. Так что заходим на пробка buy и покупаем. Наш эвакуатор, который нас возил просто очень много. То есть, то, что вы видели в проекте, это малая часть того, что сделали для нас эти ребята. То есть, ездили мы на нем очень много, потому что машина действительно все свое время, вот практически до сегодняшнего момента, она была не на ходу. Автошина точка buy. С этим магазином даже не пришлось как-то договариваться. Это все происходило на такой дружеской, прекрасной, легкой основе. Ну, это просто нереально передать. То есть, мало того, что мы получили от них очень качественные шины, мы еще получили очень качественный шиномонтаж. И они нас консультировали по запчастям, которые нужны для нашей BMW. Ну и конечно же за UberAuto. Изначально мы обращались к ним, чтобы сделать электрику. Но потом позвонил нам их прекрасный директор Кирилл и предложил полностью дособирать нашу машину и привести ее к заводским параметрам. Но это было просто нереально круто и во многом благодаря ним сейчас у нас машина вот в таком первозданном заводском состоянии. Электрик Саша сделал просто нереальную работу. То, что вы видите в проекте, это малая часть проведенных часов его на работе для проекта. То есть, он сделал колоссальный труд. Саша, тебе отдельный и очень большой респект. Очень весело мы провели время на Крауне. Мало того, что там работают реальные специалисты, так мы еще там очень весело провели время. То есть, мы записали несколько привых эфиров для их инстаграм. И нас смотрело очень даже много людей. Спасибо вам огромное, ребята. То есть, они нам оказали очень качественную услугу по своему антикору. БелАвтостеклогрупп. Буквально за 15 минут мы с ними договорились по поводу стекла. И уже через несколько часов стекло устанавливалось на машину. Ну не чудо, чудо. Ну и самое главное. Это, конечно, компания «АвтоСтронг». Отдельное огромное спасибо нашему шефу, что дал нам время, возможность и ресурсы для того, чтобы превратить этот проект в жизнь. Огромное спасибо абсолютно всем ребятам. Ну, конечно же, хотелось бы выделить проценту Андрея, Диму и Вову, которые нам помогали подбирать запчасти на этот автомобиль. Отдельное огромное спасибо человеку, который действительно очень шарит BMW. Это наш Володя, начальник склада с его братом Сергеем. Они BMW-шники просто до мозга костей. То есть, они знают про BMW всё. Каждый болтик, гаечку, винтик, каждый узел. То есть, спасибо, ребята. Весь склад, все ребята, а в «АвтоСтронг» работает больше 120 человек. Каждый нам помогал по каждой мелочи. А поверьте, мелочей было очень-очень много. И отдельное спасибо, конечно, хотелось бы сказать директору компании «АвтоСтронг» Светлане. Она, конечно, не оказывала нам техническую поддержку, но моральную поддержку она оказала. Много комплиментов и комментариев было в адрес нашего прекрасного оператора. Человек-камера. Встречаем Евгений Дударев. Запомните, Женя один из лучших, а я бы сказал даже лучший журналист в Беларуси. И он еще даст, между прочим, фору российским своим коллегам. То есть мы с ним душа в душу на протяжении всего этого времени реализовывали этот проект. С BMW нашей мы не прощаемся. У нас есть несколько идей, которые мы обязательно воплотим, но немножко позже. И это тоже будет на нашем YouTube-канале. Увидеть ее вы сможете на Домбровской 15, я думаю, через пару дней после выхода этого ролика. Ну а теперь давайте немного погрустим. Ведь прошла часть жизни и был получен огромный опыт, огромный положительный опыт. Мы с BMW не говорим вам прощайте. Мы говорим до свидания. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши соцсети. В апреле мы будем выпускать еще более качественный контент. И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг».